Ну а теперь к делу. И как писал Некрасов, кстати, певец народного горя, разве слепой ее не заметит, а зрячий о ней говорит. Нет-нет, мы не о красоте русских женщин, а о том, отчего вот уже в течение полугода у монреальцев оранжевеет в глазах. Вот куда бы ни ехал и не свернул в Монреале всюду оранжевые столбики и конусы. И так уж полгода. Ощущение, что дорожникам намекнули тайну, где деньги зарыты. Или все просто, бюджетный ларчик открылся. Что только подтверждает поговорку. В Монреале два сезона. Зима и констракшн. Вот перед вами карта строительных работ Монреаля. Яблоку негде упасть, обязательно попадете в оранжевый конус. А уж человек, производящий эти самые конусы, наверняка уже в списке Форбс. Как шутят газетчики, теперь-таки Монреаль заимел второе имя. Ну, как Нью-Йорк, Большое Яблоко, Лос-Анджелес, город ангелов, так и Монреаль теперь город оранжевых конусов. Или просто оранжевый Монреаль. А чтобы не было мучительно больно стоять в трафике, или еле двигаться по перекрытым улицам, в аптеке Жан Кутю завезли новый сувенир оранжевого Монреаля. Под названием антистресс. Сжимаешь крепко маленький оранжевый конус, и так на душе хорошо, будто дорога открыта и пробок нет. Оранжевое небо, оранжевое море, оранжевая зелень, оранжевый верблюд. Конечно, оранжевые столбики – вещь сама по себе. Позитивная – дает надежду, что разбитые дороги обновятся. Но, как показывает опыт, не воспринимает земля канадская свежий асфальт. Отвергает его. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА